Сегодня нет семьи, где не было бы изделий из льняных тканей. Никто не знает первооткрывателя чудесных свойств льна и изделий из него. Лен – это чистота, нежность, комфорт, мир и благополучие. Наиболее древние образцы льняных тканей известны человечеству уже более 11 тысячелетий. Изображение льна мы находим на наскальных рисунках, а льняные ткани – в гробницах мумифицированных египетских фараонов. В античные времена льняные ткани продавались на вес солода. Особое отношение к льняному волокну, льняной нити и ткани изо льна уходит в глубину тысячелетий. Восточные славяне волокну льна приписывали очистительное и отвращающее сбор силы. Льняная нить и ткань из нее считались охранителями тела человека. И это не случайно. Потребительские и гигиенические свойства льна настолько высоки, что ни одно природное волокно, не говоря уже об искусственных материалах, с ним не идет в сравнение. Так лен прочнее хлопка. Он в два раза и более стоит к разрушению на свету. Более того, изделия изо льна переносят и большее число стирок. Научно доказано, что для людей, страдающих кожными заболеваниями, ношение одежды изо льна – один из способов лечения этого вида заболевания. Ведь льняное белье обеспечивает хорошую вентиляцию кожи, тем самым не закупоривая ее поры. Во многих случаях ношение льняных тканей облегчает и состояние людей, страдающих диабетом. Лен высоко гигроскопичен. Он не только хорошо впитывает влагу, но одновременно также и быстро ее отдает, высыхает. На льняных тканях не образуется зарядов статического электричества. Эти и другие удивительные свойства делают лен полезным для здоровья человека, а изделия из него – удобными, практичными и высоко гигиеническими в употреблении. За эти его уникальные свойства лен часто называют золотом текстиля. Здоровье человека не имеет цены, значит, мы должны всеми способами его сохранять и поддерживать. Об этом думали наши предки. Поэтому не случайно в Белоруссии в 1930 году на правом берегу Днепра была построена льночесальная фабрика, которая за свою почти 80-летнюю историю, постоянно развиваясь и наращивая производственные мощности, превратилась в крупнейшего в Европе производителя льняных тканей. Сегодня продукцию республиканского, унитарного, производственно-торгового предприятия «Оршанский льнокомбинат» знают не только во всех государствах бывшего Союза, но и в странах Восточной и Западной Европы на американском континенте. В настоящее время территория льнокомбината занимает 47 гектаров. В состав предприятия входят 4 фабрики, структурными подразделениями которых являются 21 цех и 122 производственных участка. Коллектив льнокомбината – это почти 6 тысяч работающих. В производственных цехах установлено порядка 50 тысяч прятельных веретен и 890 ткацких станков, на которых осуществляется переработка длинного и короткого льного волокна, из которого ежегодно выпускается более 20 миллионов квадратных метров готовых льняных тканей различного назначения. Если в первое десятилетие своей истории оршанские текстильщики выпускали только тарные ткани, то последние более 40 лет большую часть продукции коллектива Оршанского льнокомбината составляют бытовые ткани – сорочечно-блузочные и костюмно-платьевые, мебельные, портьерные и декоративные, бортовые и матрасные, а также готовые изделия – катерти, салфетки, полотенца, комплекты постельного и столового белья, покрывала. Наряду с ассортиментом, традиционно присущим всем льняным предприятиям, Оршанский льнокомбинат выпускает и принципиально новые ткани. Это добротные, чисто льняные полотна из высокого номера пряжи, бельевого и сорочечно-плательного назначения. Исходя из потребностей рынка, запросов наших покупателей в последние годы структуристами-дестинаторами, художниками, колористами, операторами разработаны, а коллективом текстильщиков выпускаются ткани для постельного белья, как полульняные, так и чисто льняные, шириной 220 сантиметров, как в полоску, так и в клетку, как белое, так и меланжевое. Для предприятий железной дороги оршанские текстильщики поставляют постельное белье, узкие полотенечные холсты и напольные дорожки для вагонов. Новый вид продукции – ткани для текстильных настенных покрытий. Широк ассортимент мебельных и декоративных тканей различного сырьевого состава. Это как чисто льняные, так и полульняные, смешанные с хлопком, вискозой, нитью шинил, а также с металлизированной нитью люрекс. Коренные изменения претерпел и классический ассортимент тканей оршанских текстильщиков – скатерти и салфетки. Это, в первую очередь, жакардовая продукция, которая вырабатывается из высоких номеров пряжи. Чисто льняными выпускаются скатерти и салфетки, как белых и серых цветов, а также и пестротканые. Эти полульняные изделия представлены с широкой подрубкой, а также украшены ажуром или декоративной строчкой. Значительный интерес у покупателей вызывают комплекты столового и постельного белья, как белое, так и гладкокрашенное с декоративным оформлением льняными кружевами и вышивкой. Для обрядовых мероприятий, а это свадьбы, дни рождения, юбилеи, народные праздники, оршанские текстильщики выпускают рушники с белорусским орнаментом длиной от 150 до 300 см. Чисто льняными и полульняными, как жакардовыми, так и набивными представлены полотенца. В подарочном исполнении вы можете их увидеть в оригинальных сувенирных упаковках. Наборы состоят из трех, четырех или семи полотенек. Для повышения потребительских и гигиенических свойств все ткани костюмно-платильного назначения проходят современную заключительную отделку. Так, для придания им мягкости и драпируемости они подвергаются механическому и химическому умягчению. А для получения потребительской усадки в пределах 2% эти ткани также проходят обработку на ткани усадочной машины. Как вы убедились, основным видом сырья нашего предприятия является льняное волокно, гигиенические и потребительские свойства которого уникальны. Это аксиома, доказанная трепетным отношением к льну и льняным изделиям нашими предками. Поэтому закономерно, что льняное волокно и изделия изо льна пользуются устойчивым спросом на мировом рынке уже не одно столетие. Сегодня на мировом рынке производители льняной продукции Аршанский льнокомбинат выпускают порядка 8% общих объемов. Причем более 60% бытовых тканей Аршанского льнокомбината покупают в странах дальнего зарубежья, порядка 10% в странах СНГ. Сегодня бренд предприятия и продукцию Аршанского льнокомбината знают в США и Германии, в Италии и Нидерландах, в Швеции и Турции, в Словении и Эстонии, Чехии и Литве. Исходя из перспективности роста объемов выпуска льняной продукции, вопросам развития льноводства было посвящено и совещание в мае 1998 года, состоявшееся в городе Орша, проведенное президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко. Большое внимание по оказанию государственной поддержки производителям и переработчикам льна этой важнейшей технической культуры также придает и правительство Республики Беларусь. В республике действует национальная программа лен, предусматривающая создание нового поколения прогрессивной техники как для производства, так и для переработки льна на основе высокоэффективных ресурсосберегающих технологий. С целью улучшения качества выпускаемой продукции, расширения ее ассортимента, на льнокомбинате постоянно ведется работа по внедрению новой техники и совершенствованию технологий. На предприятии разработана и программа по техническому перевооружению льнокомбината, рассчитанное на ближайшие восемь лет. Финансирование, как за счет собственных средств, так и из республиканского бюджета. Уверены, реализация намеченных мероприятий значительно уменьшит не только стоимость продукции льнокомбината, но и повысит качество и конкурентноспособность на мировом рынке. Об этом, например, свидетельствуют и результаты деятельности коллектива предприятия по перевооружению, в результате чего вся вырабатываемая продукция на дно в установленном оборудовании востребована на мировом рынке. И это понятно, ведь, как известно, одно из самых ценных текстильных волокон растительного происхождения – это лен. Обладая уникальными природными свойствами, лен составляет золотой фон текстильной промышленности. В одежде изо льна человек чувствует себя комфортнее, чем в одежде из других видов волокон, ощущая прохладу даже при экстремальных плюсовых температурах и повышенной влажности. Это было доказано и в 80-е годы прошлого столетия, когда члены спортивной сборной Советского Союза, участвующие в играх мирового значения, были одеты в костюмы, пошитые из тканей Оршанского льнокомбината. Красивые и удивительно практичные ткани и изделия изо льна всегда соответствовали капризам изменчивой моды, как бы резко она не менялась, потому что природные свойства льна отвечают самым изысканным требованиям, предъявляемым тканям для одежды. Уважаемые зрители, коллекция моделей одежды, которая сейчас представлена, разработана модельерами льнокомбината согласно последним правлениям моды. В этих образцах использованы чисто льняные, полульняные и смешанные ткани. Это гладкокрашенная, белая, натуральная кислованная полотняного, мелкоузорчатого и крупноузорчатого переплетения, жаккардовая, пестротканная в клетку и полоску, а также меланжевая из низких, выраженной рельефной поверхностью и высоких тонких номеров пряжи. Льон не однажды провозглашался королем летних сезонов. Так чем же сегодня нас может удивить льон, признанный самым стабильным и консервативным из натуральных волокон? Все, что недавно считалось недостатками льна, это его неравнота поверхности, белые штрихи непропрядов, естественная мягкость, сегодня возвращают нам ощущение неподдельного, естественного материала, искусную имитацию ручной ремесленной работы того, что нам так недостает сегодня в нашей современной городской жизни. Именно изо льна с его живой выразительной фактурой ныне создаются, казалось бы, простые, но и самые смелые модели. Это остромодные и романтические рубашки и блузки, длинные юбки и укороченные брюки, универсальные топы и актуальные городские сорочки. Как видите, льон разнообразен, он принимает любой облик, от грубой холстины, простых переплетений нитей до сверхлегких полупрозрачных структур. И все это благодаря усилиям оршанских текстильщиков, которые много лет стремились к созданию мягкой, несминаемой отделки льна. Сегодня эти качества стали реальностью, но мода движется вперед, предлагая производственникам новые задачи. Новая цель – создание жестких, хрустящих изделий изо льна. Так что новые ткани и новые модели ждут своих как производственников, так и покупателей. Почти за 80 лет, из года в год, от новостройки к новостройке, небольшая льночесальная фабрика превратилась в крупное производственное объединение, где действует не только современная система управления производственным процессом, но и предпринят ряд мероприятий по техническому перевооружению, внедрению новейшего технологического оборудования и передовых технологий обработки льноволокна с последующим выпуском высококачественных льняных тканей широкого ассортимента, удовлетворяющих любой вкус самого изысканного покупателя. В последние годы характерными чертами в деятельности предприятия стали оперативность во внедрении современной техники и технологий, гибкая маркетинговая политика, чутко улавливающие изменения рынка, повышение не только рентабельности производства, но и разумное сочетание таких показателей, как цена-качество. Один из путей повышения конкурентоспособности продукции – снижение непроизводственных затрат. Так, только за счет замены в этом году ламп накаливания общего и местного освещения на энергосберегающие светильники будет сэкономлено за год почти 700 тысяч киловатт-часов. Осмонтировав в текущем году собственную котельную, работающую на отходах для новопроизводства, пока единственную в республике, предполагается сэкономить за год более 4000 гикокалорий теплоэнергии. Целью увеличения объемов переработки льноволокна, необходимости повышения качества выпускаемой продукции при одновременном ее удешевлении, устранения несопряженности в прядении длинного волокна, а также с учетом расширения ассортимента выпускаемой продукции и ее конкурентоспособности, в последние годы на льнокомбинате разработана стратегия дальнейшего развития предприятия. Названное направление совершенствования производственного процесса и развития предприятия заложено в бизнес-планах Оршанского льнокомбината на 2006-2015 года, которыми предусмотрено только в 2007-2009 годах на предприятии установить 206 единиц оборудования и 10 ремезоподъемных кареток на сумму почти 100 миллиардов белорусских рублей. В результате переоснащения предприятия только за 4 года показатель годности активной части основных производственных фондов повысится более чем в 4,5 раза и составит в 2010 году 53,9%. Проводимое техническое перевооружение направлено не только и не столько на замену устаревшего оборудования, как в первую очередь нацелено на дополнительную установку современного технологического оборудования и внедрение передовых технологий переработки льноволокна и выпуска конкурентоспособной продукции. Выполнение намеченных мероприятий также позволит не только повысить привлекательность тканей льнокомбината для предприятий швейной отрасли, но и увеличить объемы продаж тканей на всех региональных рынках. В свою очередь, модернизация действующего оборудования предоставит широкие возможности применения современных видов заключительных отделок тканей, продиктованных рынком, конкуренцией и запросами потребителей. Это огнезащитная отделка технических тканей, вода, масло, грязеотталкивающая отделка тканей одежного ассортимента и столового белья, малосминаемая и малоусадочная отделка тканей костюмно-платильного и сорочечно-блузочного ассортимента. Таким образом, улучшится не только товарный вид продукции, но ее качество и конкурентноспособность. Идущее в последние годы техническое перевооружение производства уже сегодня позволило повысить качество, расширить ассортимент продукции, востребованной на рынке. Так, смонтировав печатную машину карусельного типа, потребители получили новый вид льняной продукции, востребованный на внутреннем и внешнем рынках. А установив печатное оборудование для цифровой принтерной печати льняных тканей шириной до 300 см, аршанские текстильщики способны получать ткани любого рисунка и назначения по заказу покупателей, причем в кратчайшие сроки и в любых как объемах, так и ассортименте. Одновременно на предприятии подготовлены площади и проведена подготовительная работа для монтажа линии катонизации льноволокна и комплекса прядельного и прядельно-приготовительного оборудования пневмомеханического способа прядения, что обеспечит расширение ассортимента пряж, повышение их номера до 12, а в смеси с другими материалами до 19 номера и выше, вырабатываемых из короткого льноволокна, улучшение их качества. Более того, вводом оборудования фирмы Риттер будет налажен выпуск смесовых тканей из пряж с использованием короткого льноволокна. В свою очередь, это приведет к обновлению ассортимента бытовых тканей, набивных и жаккардовых комплектов для столового белья, рушников и полотенец, тканей блузочно-сорочечного и костюмно-платильного ассортимента, тканей для постельного белья с использованием чисто льняной пряжи 86 текст, выработанные из короткого льноволокна пневмомеханическим способом прядения, а также оческовой пряжи 56 текст мокрого прядения. Отработав технологию и имея парк современного оборудования, уже сегодня аршанские текстильщики намного повысили качество производимой продукции, в том числе и тканей, для производства которых используется более дешевое короткое волокно, тем самым уменьшив стоимость продукции. Это в первую очередь касается тканей, предназначенных для пошива рабочей одежды. Не секрет, что многие виды рабочей одежды, ныне реализуемой на внутреннем рынке, по различным причинам, не всегда полностью отвечают тем ее требованиям. В свою очередь, рабочий одежный ассортимент аршанских текстильщиков обладает такими преимущественными потребительскими и гигиеническими свойствами, как более высокая гигроскопичность, воздухопроницаемость, значительная стойкость к истиранию, высокая устойчивость, окрашенных тканей к различным видам воздействия по сравнению, например, даже с хлопчатобумажными тканями. Более того, одежда, пошитая изо льна, незаменима как для работ в зимних условиях, так и в летнюю пару года. Как видите, льняная продукция обладает лучшими потребительскими и гигиеническими свойствами по сравнению с другой аналогичной продукцией. Сегодня работниками Оршанского льнокомбината освоен выпуск более 20 моделей рабочей одежды, которая отвечает самым взыскательным требованиям покупателей. Ведь коллективам оршанских текстильщиков особое внимание уделяется не только разработке, но и выпуску высокотехнологичных тканей. А пошитая рабочая одежда отличается соблюдением целого комплекса показателей, предъявляемых стандартами к спецодежде. Так, представленная вам рабочая одежда надежно защищает работников от ряда опасных производственных факторов, а также имеет как высокие прочностные показатели, так и низкие усадки и высокую прочность крошения всей колористической гаммы при стирке этой одежды. Представленные модели спецодежды создают и комфортные условия для работы. Как видите, ассортимент, качество и разнообразие рабочей одежды удивляют не только зрителей, но и пользуются повышенным спросом среди предприятий республики. Рабочую одежду, изготовленную в цехах Оршанского льнокомбината, с удовольствием приобретают Минский тракторный завод и Бобруйский домостроительный комбинат, Гомельстрой и Гомельстекло, предприятия энергетики Витебской и Могилевской областей, Сельнозаводы Беларуси. Коллектив Оршанского льнокомбината постоянно работает не только над внедрением прогрессивных технологий заключительной обработки тканей, обладающих специальными защитными свойствами, но и над расширением гаммы моделей рабочей одежды, способных удовлетворить запросы предприятий всех отраслей республики. Спецодежда Оршанского льнокомбината в любую пару года и при любых производственных процессах всегда в форме. Сегодня льняное белье носят космонавты и подводники, все те, чья работа связана с большими перегрузками. Льняное белье, пеленки, простыни, летняя одежда изо льна очень полезны и детям. Более того, льняные ткани можно кипятить и гладить горячим утюгом, что обеспечивает их высокую степень стерилизации. Обладая чудесными свойствами гигроскопичности, полотенца изо льна лучше вытирают любые поверхности. Они и быстрее высыхают. Поэтому хозяйки, работники общепита, такие полотенца с удовольствием применяют для вытирания посуды, рук, лица и тела. А махровое полотенце изо льна, кроме того, великолепно осуществляют массаж тела после принятия водных процедур. Льняные салфетки, например, незаменимы для протирания стекла и хрусталя, потому что они на поверхности не оставляют ни одной ворсинки. Широко стали применяться льняные ткани для обивки стен, изготовления штор, декоративных покрытий на кровати и столы. Специфические свойства льна создают в помещении свой микроклимат повышенной комфортности. Как известно, на протяжении многих тысячелетий лен был наиболее важным для человека текстильным волокном. Лен служил и будет служить людям многие годы в будущем. С незапамятных времен наши предки умели ценить высокие качества льна. Несмотря на наш стремительный век, породивший много внешне привлекательных материалов, те, кто заботятся о своем здоровье, благополучии родных и близких, выбирают изделия изо льна. А чтобы расширить ваше знание о чудесных свойствах льняных изделий, мы и предложили совершить видеоэкскурсию по Оршанскому льнокомбинату, во время которой вы познакомились как с технологией, так и основными видами выпускаемой продукции, потенциальными возможностями коллектива текстильщиков расширения сотрудничества. Освоение новой продукции, изменение технологии, улучшение качества продиктовано рынком, его быстро меняющимся спросом и, конечно, конкуренции. Но это и стимул для экспериментирования, движения вперед. Таким образом, вы не только услышали, но и воочию убедились в возможностях и особенностях Оршанского льнокомбината. Но это лишь полдела. Это лишь информация для ваших размышлений. Главное – личный контакт, очное общение. Конечно, предприятие ждет обязательных партнеров, искренне заинтересованных в сотрудничестве, ибо и для коллектива текстильщиков характерно деловое партнерство. В результате такого общения уверены, что сотрудничество приведет к взаимовыгодным условиям заключения договоров, которые будут выполнены в срок и с гарантированным качеством. До встречи в коллективе! Полезных контактов! Субтитры создавал DimaTorzok